Вы смотрите и слушаете ФМТВ, меня зовут Евгений Абузяров, нас можно слушать по радио на волне 104.8 FM, нас можно смотреть по телевизору на 100 ТВ. У нас в гостях нашей гостиной ФМТВ профессор Драматического института Стокгольма, официальный консультант шведского Нобелевского концерта Михаил Семенович Козинский. Здравствуйте, Михаил Семенович. Козинник. Козинник, простите, Михаил Семенович Козинник. Да. А скажите, Михаил Семенович, вот у нас есть огромное количество справок, кто такой Михаил Козинник? Написано «шведский музыкант». Я подумал, ну как же шведский? В других источниках написано «Ленинградский», в третьих источниках написано «Известный мировой». А правда ли, что у вас порой с собой есть специальный глобус, когда вас спрашивают, откуда вы? У меня не порой. У меня действительно в чемодане маленький глобус. И когда меня спрашивают, где вы работаете, я достаю глобус, говорю, вот на этой маленькой планете. Понимаете, потому что меня можно назвать австралийским, потому что много-много лет подряд компания СБС, каждую среду эфир, много лет, через историю культуры, искусство, у меня огромное количество служб в Австралии. Можно меня назвать норвежским, потому что я провожу моцартовские фестивали в горах Норвегии. Безусловно, меня можно назвать прежде всего русским, потому что мой родной, самый главный язык на Земле – это русский. На нем я пишу стихи, на нем я пишу свои книги, и на нем я вообще общаюсь внутри себя. Да, и поэтому прежде всего отсюда. Родился я в Санкт-Петербурге. Ну, общаетесь вы с миром в большей степени, как я понимаю, на языке музыки, потому что русский язык, вот мы сейчас можем с вами говорить, но вы живете в Стокгольме постоянно, да? Да, я как бы живу в Стокгольме постоянно, если можно сказать живу, потому что вот поскольку я сказал уже о глобусе, то вот я огромную часть времени провожу здесь. Сейчас я уеду в Москву, и там буду целый месяц. Потом я уеду в Киев, и встречу там топ-бизнесменов, и буду проводить огромные курсы, бизнес через искусство, через культуру. Бизнес через искусство? Да, конечно. Я же преподаю в высшей школе бизнеса, в Скандинавии тоже. Да, я это читал, и я хочу вас спросить, ведь вы, в принципе, человек мира, известный, Австралия, Европа, США тоже? Нет, в США меньше. И вы общаетесь на языке музыки, и все-таки это будет мировая музыкальная культура или русская культура? Значит, вы знаете, все-таки нет ни Элина, ни Иудея, как сказал апостол Павел. С точки зрения культуры существует общепланетарная культура, которая, попадая в места, где есть пальмы, меняет немножко свою, как сказать, внешнюю форму. И березы, и пальмы не пахнут. Березы, и пальмы, да. Понимаете, культура на самом деле едина. Вот помните Эйнштейн, после Е равняется МЦ квадрат, он пытался найти единую теорию поля. Он решил, что он достанет самого Бога, то есть создат формулу Бога. Не получилось. Рано. Человечество не готово. И все-таки я уверен, что единая теория должна быть создана. Только она не в районе физики, не в сфере физики, а в сфере культуры. Культура едина, на самом деле. Вот мы не понимаем, я обычно мусульман спрашиваю, какие последние слова Христос произнес на кресте? Кому он обратился? Они говорят, кому? Я говорю, к Аллаху. Как к Аллаху? Я говорю, Христос сказал, Эли, Эли, Лава, Сававхани. А Эли, Элоим и Алла, это всего-навсего три диалекта одного и того же. Бога, главного, единственного. И они так удивляются, что неужели? Я говорю, конечно. Знаете такое слово? Эли. Да, знаем, Алла, Эли. Так вот, Христос позвал Эли, то есть Аллаха вашего. А кого еще? Нашего же, с вами Аллаха. Просто люди настолько порой слепы, что они мне напоминают вот трех слепцов. Помните притчи, да? Которые дали пощупать слона. Один пощупал ногу, другой хвост, а третий хобот. И спросили, как выглядит слон? Один сказал, слон это канат. Другой сказал, слон не просто канат, толстеньейшее бревно. А третий говорит, слон это тумба. Они не увидят слона. То же самое мы говорим, культура там, культура там, Христос там, Аллах там, Яхве там. Ничего не понимая во всем этом. Потому что на самом деле, как только мы поймем, что культура едина, мы станем жителями одной единственной планеты Земля. Ну, можно, вы говорите, что можно смотреть на мир через культуру, да? Делать бизнес через культуру. Как это может быть? Вот у нас в стране не вяжется бизнес и культура. Культура это... Многие бизнесмены ходят на встречи с прекрасным просто потому, что надо ходить. Нужно быть как-то в связке с культурой, а то не поймут остальные. А вы говорите, что можно бизнес сделать через культуру. Ой, у нас... Нам не хватит времени, Женечка. Не хватит. Но я попробую сейчас очень быстро. Почему я преподаю... Я музыкант, искусствовед, преподаю в высшей школе бизнеса Скандидавии и провожу встречи топ-менеджеров и конференций. Как-то я задал им вопрос. Кто доминирующий герой сказки Перро Красная Шапочка? Волк. Они говорят, Волк. Вот и вы скажете, Волк, да? Доминирующий герой Волк? А еще не подумайте. Думайте, думайте. Волк, Волк. Нет. Ну а кто же тогда? Что, там только разве один Волк действует? Волк, мама, бабушка, красная шапочка. Кто доминирующий, кто доминанта? Вот, вы не бизнесмен, ясно сразу. А, подожди, а ну а... Как называется проект? Красная Шапочка. Нет. Красная Шапочка только исполнитель. Что она должна сделать? Донести пирожки до бабушки. О, кому она должна принести пирожки? Бабушки. Кто доминирующий герой сказки? Бабушка. Ну, конечно, вот вы не бизнесмен. Я только сказал это бизнесменам. Они говорят, профессор, вы можете начинать читать лекции? Почему? А потому что бабушка доминирующий. И если побочная партия, бабушка побочная партия в сонатной форме. Сонатная форма это великий бизнесовый проект. Если побочная партия не в доминанте, то нельзя создать разработку. То есть разработать проект. Волк возникает по мере реализации проекта. Когда главная партия, Красная Шапочка, начнет двигаться к побочной доминанте, вот тогда появляется волк, и тогда начинается сонатная форма. Борьба с волком. Но мы же тогда в таком случае можем сказать, что бизнес-задачи Красная Шапочка не выполнила. Красная Шапочка выполнила? Не просто выполнила. Но она же не доставила пирожки. Она полностью соответствовала сонатной форме. В сонатной форме главная и побочная партия в репризе звучат в одной и той же тональности. Так вот, бабушка и Красная Шапочка сидят в одном и том же животе. Появление волка это кода. То есть охотника, простите. Это кода. В спаривании живота выходят счастливые Красные Шапочки и бабушка. Это стопроцентная структура всех сонат Гайдена, Моцарта, Бетховена, Шнитке, Шумана, Прокофьева, Брабс. Всех столетиями пишут об одной и той же Красной Шапочке, которая идет к бабушке, а бабушка должна быть доминантой. И вот бизнесмены, услыхав эту идею, говорят, откуда вы это знаете? Другой пример. Одесса. Я провожу встречи с бизнесменами. Один после конференции мне говорит, послушайте, Михаил Семенович, я никак не могу выйти на одного бизнесмена в Германии. Я ему пишу и пишу, а он мне даже не отвечает. Я говорю, сейчас вместе составим письмо. И он ответит. И он ответит. Ответил. А знаете, что мы в письме написали? Что он, наш бизнесмен одесский, очень хотел бы встретиться с этим немецким бизнесменом, но только очень просит учесть расписание спектаклей оперных в оперном театре этого немецкого города. Особенно он любит оперы Вагнера и Моцарта. Если бы можно было совместить их встречу с какой-нибудь из опер Вагнера или Моцарта, он тут же получил ответ расписание оперного театра и добро пожаловать. Скажите, а вот в Стокгольме, когда есть Нобелевский концерт, вы тоже им про Красную Шапочку рассказываете? Нет, в Стокгольме у меня другая задача. Что такое музыкальный эксперт Нобелевского концерта? Когда Нобелевские лауреаты съезжаются, они приезжают обычно в пятницу, а вручение Нобелевских премий в субботу. А в пятницу дается концерт в честь Нобелевских лауреатов, знаменитым концерт Хьюсити, в котором участвуют звезды. Это Стокгольмский королевский оркестр, это может быть Йо-Йо-Май, это могут быть великие певцы или певицы Кондент Гардена или Метрополитен. Я сижу в такой ложе и говорю во время этого, перед, между, перерывов, о музыке, о роли музыки и науки, об искусстве, о той музыке, которую будет исполнять. То есть вот как по советским масштабам это был как бы лектор-музыковед. Но я как бы комментатор, то есть эксперт музыки. И сколько уже таких концертов было прокомментировано вами? Знаете, дело даже не в количестве концертов. Вот началось всё в 2005 году. То есть уже можно сказать о том, что четыре... Я не всегда комментирую. Иногда не нужны мои комментарии. Иногда достаточно участия в разговоре о том, какой будет концерт. Если программа более сложная, более насыщенная, то необходимы прямые комментарии в эфире в телевизионном виде. И есть главное, что я хочу всегда сказать. Дорогие мамы, бабушки, тёти, дяди, папы. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок сделал первый шаг Нобелевской премии, начинайте не с химии. Начинайте с музыки, потому что в ней заложены все коды, все формулы науки, мышления, философии, психологии. Это правда. Вот на примере с красной шапочкой я вам показал принцип строения так называемых сонатных. Я не бизнес. Точно не бизнес. Нет, сейчас не о бизнесе, Гарри. Ну, смотрите, вы сейчас говорите, что через музыку можно взглянуть и на науку. Конечно. А через любые формы искусства можно? Вот можно ли через живопись взглянуть на науку, на бизнес? Можно. Но музыка, как вершина искусств, даёт нам глубинное, самое серьёзное. Если бы здесь был рояль, я бы вам сейчас показал, что такое така-табаха с точки зрения научного мышления, с точки зрения философского мышления. Если бы здесь был рояль, я бы сейчас показал вам фугу и сказал бы, почему Эйнштейн, слушая фуги, понял, что Е равняется МС квадрату. Почему Эйнштейн с точки зрения Моцарта сказал, что он пришёл к теории относительности? И всё через музыку. И музыка вершина искусства? Абсолютно. Почему? Понимаете, нет? Нет. Потому что она невербальна. Потому что и стул, и стол, и любовь вербальны. Вызывают в памяти фильмы, картинки, изображения, телесное почёсывание, там, вздохи, потрясения. Когда вы слышите музыку, вы слышите гигантские космические волны. Она построена по законам вечности. Сам по себе аккорд, мажора, это и есть абертоновая система космоса. Минор, это наше знание о смерти. А скажите, вот вы, вы всё. Вы из школы экономики, и музыка, Нобелевский комитет. Это человек, который выходит в эфир почти каждодневно. Пять раз в неделю российский. Пять раз в неделю российский эфир. Плюс ещё ваши фильмы показывают в Швеции на телевидении. Ваши фильмы идут, я думаю, и в России. Они идут по всем странам мира, где этот канал. Весь мир, вы везде. Для чего? Для чего? Сейчас скажу. В чём задача? Вот вы признанный специалист. Признанный человек, человек, который обрёл признание, мировое, можно уже сказать. Признание, ну, среди представителей бизнеса, среди научных деятелей, среди деятелей культуры. А для чего вам нужно? Вот вы снимаете фильмы о культуре, пишете книги, ведёте лекции, встречи. У вас прошло две встречи уже в Петербурге. Вчера была, позавчера, и уже сегодня, 7-го числа, будет в фонтанном доме у музея Ахматова будет концерт и встреча. Да, вот третья, последняя. Вот была задача, три единые встречи. Ну, не последняя, наверное, вы ещё появитесь. Ну, сейчас будет третий из трёх. Задумано. Да, и для чего всё это нужно? Для чего нужно это нести людям? Сейчас скажу. Знаете, вот в чём дело. Когда-то, помните, Пушкин написал такое стихотворение, которое в школах, ну, обманывали которым всех детей. Помните, я памятник себя воздвиг, не рукотворный. Мы обманывали детей и говорили, что это завещание Пушкина. И вот я обычно сегодня, когда уже всем всё ясно про Пушкина, говорю, слушайте, вот вы говорите сами, что он женщин очень любил, в карты играл, вы уж теперь всё знаете, он теперь не статуя, да, а он живой человек и всё прочее. Скажите, вы верите, что Пушкин написал серьёзное стихотворение? Что? Мне кажется, в таком возрасте писать завещание, я ещё раз навал. Он не только написал завещание, это пародия. Это пародия. Причём пародия на чёткого человека. Она говорила Романовича Державина, который однажды тоже перевёл до Пушкина стихотворение «Памятник». Я памятник себе воздвигнул, и там он пишет, что от белого до чёрного морей всякий славянин будет его знать, и долго буду тем любезен, и о народу, пишет Державин, что я Фелицию прославил, то есть Екатерину Великую, этим буду любезен. А потом говорит, поэзия, ты презирай тех, кто презирает тебя. В своём этом же памятнике. Пушкин ужасно рассердился. Вот он и написал стихотворение, в котором первую половину спародировал Державина, а во второй сказал, не оспоривай глупца, не спорь с Державиным, потому что поэзия, говорит, только веленью Божию послушно. И так получается, что с умным видом дети все советских школ читали стихотворение как памятник. И я читал, я помню уже. Смотрите, ну, вы несёте это людям, вот культура. Ну, вот, неужели, вот есть какая-то разница, восприятие вот... Жень, а я не закончил, вы иначе не поймёте того, что я отвечу вам. Так вот, в этом же стихотворении памятник есть в конце такое, что слух о нём пройдёт среди всех тунгусов и калмыков. Ну, это слух просто, они будут друг другу. Тунгус калмыков скажет, был такой Пушкин там, но он говорит, но славен буду я, доколь в подлунном мире, в мире жив будет хоть один пиит. То есть охранитель. Пока цивилизация создаёт охранителей культуры, цивилизация жива. Как только последние охранители погибнут, цивилизация обречена. И вот это люди, которые ездят в машинах, которые зарабатывают деньги, даже не понимают, что они обречены, если погибнет культура, если они её не спасут, не поддержат. 9,5 российских купцов сделали то, что была великая русская культура в 19 веке. Это они её субсидировали, это Третьяковы, это Мамонтовы, это все вот эти вот люди. А разве не те сохранили люди, ну вот эти 9,5 купцов, это те люди, которые дали денег, может быть им не всегда это было интересно, я уверен. А разве культуру сохраняют не те люди, которые носят её в себе, а не те простые люди, такие же вот горожане, петербуржцы, которым это нужно, которым они не спешат заплатить денег, а которым нужно сегодня, сейчас послушать. Мне сегодня нужно пойти, купить времена года, послушать, сейчас вставить компакт-диск в машине, я еду, у меня в голове всё формируется в общую картинку. Разве не эти люди сохраняют культуру? Нет, вы сейчас путаете две вещи. Для того, чтобы эти люди могли вставить этот диск в машину, нужно было, чтобы в своё время кто-то помог Вивальде жить, творить, переписывал его ноты, распространял их, чтобы в 20 веке были куплены ноты, чтобы они не удрали какому-то коллекционеру однажды, которые найдены были через 200 лет после смерти Вивальди, если уж вы говорите о Вивальде. Его музыка была погребена на 200 лет, её не было. Вы бы ничего сейчас не слушали, если бы не Альберто Джентильи, один музыковед, который нашёл ноты, и который тут же понял, сейчас американцы приедут и заберут ноты за любые деньги. Как оставить их в Италии? Был основан фонд, был найден богатейший человек, который заплатил больше, чем американцы, ноты остались в Италии. Европа сошла с ума, начала играть Вивальди. И вы сегодня, через много лет после этого, вставляете диск, даже не зная, чего это стоило фоа оставить ноты, не отдать их в руки сумасшедшего коллекционера, который собирался у себя дома играть музыку и ни с кем не делиться. То есть культура существует современно благодаря тем, никто всё это произвёл, не тому композитору, который написал, а тому, кто решил поделиться? Да, меценат. Поймите, сейчас в Петербурге живёт девочка, её зовут Настя Хрущёва. Она на самом деле уже гениальный композитор. Но нет ни одного мецената, который купит оркестры, залы, чтобы люди её услышали, услышали её мысли, услышали её музыку. Девочка уже получила премии в разных странах. Поймите, пока не будет двух, двуединства, создатель и человек, который, понимая ценность культуры как поддержку цивилизации, поднимает эту культуру, оплачивает её, открывает её ещё давней, с древних времён. Понимаете, вот речь о знаменитых десяти процентах. Почему? Помните? Десяти, ну отдай. Почему? Вот именно потому, что нужно всё время помнить о Боге, всё время помнить о совершенстве, о гармонии, о красоте, о жертве. Вот на этом держалась культура. Подождите. Откуда, почему у людей, которые делают настоящее искусство, сейчас с нами, у них не находится второй вот этой половинки, на ваш взгляд, необходимой, тех людей, которые готовы распространять эту культуру. А у тех, кто занимается псевдоискусством, у них находятся деньги, большие концерты, стадионы, залы, адепты, аэропорты с кумирами. Вы когда-нибудь ездили на Колыму, нет? Нет, но ездил дальше. А вот если бы вы туда приехали и походили немножко, вы бы увидели огромное количество костей. Это впечатление, которое люди испытывают, приезжая туда, оно ничем не сравнимо. Это как взрыв бомбы. После этого человек уже не сможет так жить. Он будет идти по костям. Миллионы костей, тонны костей русских, украинцев, белорусов, людей, уничтоженных в вечной мерзоте. Их нельзя было похоронить. Это вот эти разваленные кости миллионов бывших советских людей. Они должны были родить. Внуков, правнуков. Почему все ходят по улицам и ругаются матом? Почему столько грязи до сих пор? Только по одной причине. Был уничтожен генофонд. И поэтому в такой стране, в которой была произведена эта невиданная в истории цивилизации операция по уничтожению лучших, дворянства, культуры, церковников, интеллигенции, композиторов, поэтов, писателей, художников. Один мандриштам на куче обедков, чего стоит? А чего стоят все эти писатели великие, погибшие, уничтоженные? В Беларуси в один день пять поэтов было уничтожено. В один день в маленькой Беларуси. А теперь что? Вот вам ответ на вопрос, что в Беларуси. Вот вам ответ на что в России. Поймите, единственное, на что я рассчитываю, во что я верю, это то, что называется побочная генетическая память. прапраправнучка этой бабушки, прапрабабушки не может и вспомнить, если мы и напомним. То есть получается, чтобы уничтожить страну, нацию, уничтожить государство, нужно уничтожить культуру? Конечно. 7% нужно уничтожить. Они точно попадали в цель, те, кто уничтожали. И мы сейчас будем расплачиваться еще не одно столетие. Поэтому я всегда говорю во всех каналах, где бы я ни выступал, люди, окститесь, вспомните, колбаса будет больше-меньше, мы выдержим. Картошкой немножко восполним, неполезно, но хорошо, питательно. На культуру выделите деньги. Культура в первую очередь погибнем, обречены, если не будет культуры, в первую голову. Подождите, ну сейчас куча людей скажет вам, сжать дайте, но еды нет, вы культуру, деньги. У людей на кусок хлеба, прямо вот в наше время здесь, в России, людям сжать нечего. Это все тоже последствия той же культуры. Вы понимаете, был такой бородатый дядька Маркс, он сказал бытие определяет сознание, помните, да? И на нем строилось целое столетие развития человеческое. Ну вот коммунистическая часть, материалистическая. Бытие, сказал он, определяет сознание. Я с ним согласен, но это не формула для людей, это формула для лошадей и лягушек. Бытие в стойле определяет сознание стойла. Бытие в болоте определяет сознание болота. Человек, первая задумка Бога, существо, у которого сознание, начинает определять бытие. Так вот, сознание, вот это оскопленное, вот эти костей на колыме, начинает определять эту нищету, эту грязь, это отсутствие эстетической потребности. Вот почему сейчас, я повторяю в который раз, нужно вот мобилизоваться, собрать силу воли, собрать всех мыслящих, всех думающих, встретить всех этих мальчиков, девочек, потомков, настоящих уничтоженных людей в четырех-пяти поколениях, и напомнить о том, какой страной мы были. А может быть, стоит пойти в обратную сторону, репрессивными методами, насаждать культурой? Нет. Запретить слушать определенную музыку, запретить смотреть определенные роды кино, а сказать, друзья, вот мы боремся за национальную культуру, поэтому с сегодняшнего дня вы будете слушать вот такую музыку. Нет, это не совсем так, вы сейчас преувеличиваете, но когда ко мне приходят домой шведы, а у меня есть и русское телевидение, каналов много-много, они, наслышавшись моих разговоров о великой русской культуре, да, они говорят, включи русское телевидение. Я говорю, у меня спутник сгорел. Говорю, вот мне повезло, вчера сгорел спутник, так бы включил. И кто бы ни пришел, спутник сгорел. Почему? Потому что они же мне верят, что это великая страна, а когда они включат вот эти все окна там, дома-два, услышат, увидят эти разговоры, если я им поперевожу еще, они же обезумевают, понимаете, то есть, ага-га-га будет, да? Они же не понимают, в чем дело. Вы говорите, насильственно? Насильственно нужно закрыть большинство каналов, вот этих страшных каналов. А, подожди, не будет ли противоположной истории? Вы закроете насильственно эти страшные каналы, а люди будут передавать из-за пазухи записи со страшными передачами. Пусть передают. Это очень интересно. Запретный слог, запретный плод сладок, ведь приятно передать гадость. Она такая хорошая, вот на комакдиске у меня записано. Жень, мы сейчас уйдем в такую, знаете, как вам сказать, в дизайн, а я хочу, чтобы мы в цели были. Ничего нигде не будут передавать. Нужно пересмотреть принципы школьного образования, гуманитарного образования. Вот давайте, вот у нас есть еще время, да? Да, конечно. Вот давайте так. Помните сказку Пушкина о папе и работнике его балде? Да. Вот что бы вы сказали школьникам, как учителя литературы, если бы пришли рассказывать про эту сказку? Вот, дети, сегодня мы будем изучать сказку Пушкина о папе и работнике его балде. Что, вы сумели бы заинтересовать детей этой сказкой? Чтобы они вообще дома не знали ничего другого, только от мамы к папе и к бабушке бегать и сказали, смотрите! Ну, по-моему, русская, современная вполне задача. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что это. Принцип, по которому сейчас общается большинство руководящих работников с работными людьми. Женя, а я теперь вам расскажу. Сказка о папе и работнике его балде Пушкина вся построена на борьбе двух звуков. Поп – это О, потому что круглый и толстый говорит ОК, о Господу Богу помолимся. А балда – это А. Вот, видите, графика. Иван – дурак, балда. Теперь слушайте внимательно меня, я учитель, бы ученик. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару по смотреть кое-какого товару. А, навстречу ему балда, идет сам не зная куда, что батька так рано поднялся. Чего ты взыскался? Нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти такого служителя не слишком дорогого? Слышите, что творится? Кто-нибудь в школе детям это сказал, что это игра. А еще теперь смотрите такое. Почему поп рассердился на балду? Тот работал ни за что. Завареную полбу и вдруг решил извести. А вот почему. Все, что за попа... О, теперь слушайте. Попадья балдой не нахвалится. Попова дочка. О, балделишь и печалится. Слышите, что произошло? Не для детей будет сказано, но сейчас ночь. Понял? А Пушкин звуками показал, что обе женщины в доме попа влюбились в балду и печалятся, и вздыхают. А теперь смотрите, конец сказки. Сейчас А вытолкнет О. От первого щелка прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка. С третьего щелка вышиблом у старика. Вот услышат стихи. А потом будут передавать друг другу песню, которую поет украинская звезда. Помните, полюби меня такой, кака. Я, я, есть. Человеку предлагают есть каку. Он, если он услыхал игру пушкинской поэзии, по-настоящему. Не сегодня мы будем учить великого русского поэта. А он слышит, как это все играется. О, а, ведь в конце, помните, чем вся сказка кончается? Балда вдруг начинает окать. Балда смотрит на попа. Не гонялся, будто и поп задешевизной. Слышите, что творится? Вся сказка построена на гениальной игре. И вот все у меня дети после такого урока бегают повсюду. И звучат, о, а, у меня даже такие диалоги были. Один ребенок при помощи, о, как музыке, интонации передает всякие чувства. О, а, а, о, 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 о. Видите, это же музыка, начало интонации. Актерство, школа, это театр. Школа, это цирк. Школа, это радость. А во что превратили школу? О чем рассказывает Аспушкин, стихотворение, зимний вечер. О том, что буря, мглое небо кроет Мария Ивановна. А не Мария Ивановна кроет, а буря все-таки. А нужно своими словами Пушкина. Поймите, надо начинать реформу школы, наконец. Нельзя по системе Кабалевского, например, та, которая уже много поколений, да, идти маршем на урок музыки в класс. Потому что тогда действует спинной мозг. А русские люди перед слушанием музыки молились. Как можно слушать Брамса и Вивальди? Идти вот так в ногу. Мы идем на урок пения. Помнишь, что Эйнштейн сказал? Что если человек шагает маршем и испытывает удовольствие, то он за хребетка. У него центр мышления в спинном, а не в головном мозге. Эйнштейн сказал, слушайте, он умный. Но подождите, вы до этого говорили, вот про марши и про хождение строя. Вы сейчас сказали. Я абсолютно согласен в этом. И меня всегда убивало, почему у меня в школе, почему-то на уроках музыки обязательно нужно было сидеть с прямой спиной и руки на коленях. Ужас. Это было, мне непонятно было. Вот это четкое было в школе, руки на коленях. Хотя музыку удобно слушать так, вот так, с закрытыми глазами. Что-то слушать вообще удобно, сидя удобно. А я вообще прошу всех лечь на мягкие-мягкие. Вот так погашу свет. Слушайте внимательно. Слушайте, что сейчас будет вот мерцание в темноте. Слушайте, расслабьтесь, расслабьте мышцы. Пустите музыку в себя. Наоборот, вот это, это преступление. За такое вещь в тюрьму. Но вы сейчас предлагаете, а с одной стороны вы говорите, нет, расслабьтесь, делайте как вам удобно, слушайте, получайте удовольствие. А с другой стороны, запретить закрыть. Нет. Я никогда не говорил запретить закрыть. Вы меня не можете сказать. Не закройте эти каналы. Запретите это. А потому что они ведут никуда. Поймите, запретить и закрыть надо пошлятину. Она действительно запрещена. Она запрещена в мире. Она запрещена. Посмотрите, в Швеции есть четыре канала. Первых, главных. За них платят все налогоплательщики. За остальные каналы, вот такие, как... А у нас все главные каналы, такие, как в Швеции, остальные. Понимаете, есть первый канал. На нем идет музыка великая, великий документальный фильм, выдающийся фильм. Второй канал, выдающиеся фильмы, потрясающие сюжеты, Научные фильмы. Третий канал. Четвертый канал. Четыре канала. За них мы все, шведские налогоплательщики, платим деньги. Дальше. Если хочешь какую-нибудь рулетку, да, рулетку, заплати еще 20 евро и получишь три канала с рулетками. Захочешь какие-то экшены голливудские, заплати еще 5 евро и добавятся еще три канала, которые показывают голливудские фильмы. Захочешь порнографию, плати еще 40 евро. Подожди, а наш человек скажет, что же вы... Такая психология у нас. Нет, плати. Нет, нет, плати. А человек скажет, а вот, знаете, я работаю целыми днями, мне есть нечего, денег мало, дети плачут. Вы мне отняли мои сериальчики, говорите мне, заплати за сериальчики. То есть я еще и за сериальчики должен. То есть сериальчики дешево, там всего 5 евро в месяц. А у шведов... А это в Швеции всего 5 евро в месяц. А у нас 5 евро в месяц, это, простите, 200 рублей, это можно 10 дней, не 10, 5 дней можно есть. По пенсионному удостоверению сделайте 5 рублей в месяц. По пенсионному удостоверению. Потому что работающему нормальному человеку сериальчики, это гроб, это же наркота. Вот что делать? Давайте тогда дальше пойдем. Давайте наркотики разрешим. Многим людям тяжело без них. А в Швеции разрешили? А в Швеции можно? Нет, в Швеции нет. Ну что вы, шутите в Швеции. Там более того, если вы узнали от кого-то, что кто-то наркоман, вы обязаны пойти доложить на него немедленно. Если вы не доложили, узнав, и об этом узнает руководство, вы будете нести ответственность за ребенка, о котором вы узнали и не доложили в соответствующую инстанцию. Понимаете, что делать? В Швеции, например, в отличие от России, хранение в малых дозах не карается уголовно. Нет, в Швеции караются любые дозы. Вы перепутали с Голландией. Нет, нет, нет. В Швеции никаких малых, небольших, никаких. Что вы? Я же читаю целые циклы в вальдорских школах. Хорошо. А что сейчас может вообще спасти культуру российскую, европейскую? Вот мне кажется, мое мнение, что если бы обычного европейца, обычного гражданина Германии, Голландии, Франции, Швеции, было бы такое же, у среднестатистического, было бы такое же количество проблем, головных болей и трудностей социальных, политических, экономических, как у среднестатического россиянина, он бы не мог думать о том, о чем думает среднестатический человек. Мне кажется, среднестатический немец не мог бы столько уделять времени разговорам о культуре, о музыке. Ой, Жень, как раз сюда наоборот. Ровно с точностью, да наоборот. И давно известно еще с древности, чем темнее ночь, тем ярче звезды. Если швед выезжает из своего прекрасного дома на красивой машине, по хорошей дороге, и едет слушать Моцарта, а потом возвращается, то для него это событие слушания Моцарта равноценно его машине, его дороге, его дому. Если русский из своей грязи, из ужаса, из кошмара, из маленькой зарплаты выползает и идет по плохим дорогам, которые вообще не убираются от снега, и рискуя жизнью, рискуя поскользнуться, сломать шею, и добирается до Моцарта и слушает, Моцарт выполняет заместительную функцию, тогда все ерунда, и дороги, и грязь, и вонь, потому что он к Моцарту идет. Мы строим мост и говорим, цель моста, куда ехать, главное, а не строить мост, потому что можно построить мост, и бандит наконец по мосту доедет и перережет всех на этом острове. Раньше у него этой возможности не было. Подождите, я про то и говорю, что для человека, у которого нет ни машины, ни красивого дома, ни красивых дорог, встреча с хорошим оркестром, в хорошем зале... Вот у него-то и есть Моцарт, больше ничего ему нельзя сейчас дать. Никто ему не даст ни хороших машин, ни хороших дорог. А если у человека, у которого... Вот вы говорите о человеке, у которого есть хороший дом, хорошая машина, хорошая дорога, и он каждый день ездит, ну раз в неделю едет на концерт, в классической музыке, вот если у него отнять эту хорошую машину, хорошую дорогу, хороший дом, я абсолютно уверен, он не будет ездить. Вы не правы. Когда в Финляндии наступил кризис, а он наступил задолго до того, как кризис произошел во всей Европе, в Финляндии, у них же это случилось пять лет назад, невероятный кризис, страшный, дефицит баланса и все прочее. Финны закричали, и вот тогда было принято решение увеличить дотацию на культуру, открыть бесплатные входы в оперный театр, концертный зал Финляндия всем безработным, всем, кто временно лишился работы, потянулись толпы людей в театры. В театры культура поднялась на огромные высоты, потому что выделили несчастных денег, которые тогда были, деньги на культуру. Представляете, что случилось? И выяснилось, еще раз финский эксперимент показал, что когда темно, плохо и больно, спасает не попса. Потому что попса это психоделическая, даже не музыка, это психоделическое проявление социума. Это, как бы сказать, это музыка прыщавого гормонально недостаточного подростка, у которого и папу нужно убить, и маму убить, и учительницу наказать. И плакать надо обязательно. Да, да. И вот, почитайте тексты попсы. Ты меня предал, я тебя оставила, я тебя любил, а ты меня обманул. Ты меня, мама меня предупреждала, а я говорил, надо не любить, надо не ходить, ай-яй-яй, ой-яй-яй. Слушайте, что творится? Идет зомбирование целых поколений. Давайте делать классическую музыку. Слава Богу, я уверен, что вот наш проект здесь, ФМТВ, это не попса. Уж ни в коем разе. Уж я абсолютно уверен. Я надеюсь, что когда вы в следующий раз приедете в Петербург, у меня будет возможность с вами встретиться. Жень, одна радиостанция России построила студию у меня в Стокгольме. Я каждое утро в воскресенье выхожу в эфир. На мои передачи уже подсели миллионы людей. Я получаю сотни тысяч писем в день. Понимаете, я вижу, что происходит, как это людям оказалось нужно. Мои идеи, классическая музыка, стихи, поэзия. Михаил Александрович, я думаю, огромное количество людей заинтересовалось нашей беседой. Я думаю, что мы уже продолжим общение здесь, уже за пределами съемочной площадки. И я думаю, что, может быть, наш канал подготовит с вами какую-то серию передач. И Стокгольм рядом, ночь на пароме, и ты, пожалуйста, тоже в Стокгольме, и мы, может быть, сможем поставить вам камеру. Может быть, будем совместно какие-то проекты делать. Мне безумно интересно, друзья. Я думаю, что энергетика, которая была эти полчаса в студии ФМТВ, она передалась через телевизионные экраны. Давайте попробуем спасти, спасти нашу страну через нашу культуру, но столько с вами. Я прошу прощения. Я кричу, когда говорю иногда, потому что я знаю, что времени мало, понимаете? Времени мало. И не у нас времени мало. В стране мало времени. Это следующее поколение будет последним, если мы не поставим на культуру. Если мы не переделаем школу. Ну, я каким-то образом причастен к этому поколению, поэтому, я думаю, друзья, постараемся сделать так, чтобы все было хорошо, и ФМТВ делает свой вклад. У нас в гостях был Михаил Семенович Козинник, человек мира. Энергия, музыка, культура. Мировая музыкальная культура. Энергия за literary украшений. Энергия за мной аг Bellssчайм. песня за ним бюджет Supreme Kathy Об downstream. Энергия за небольшой аглой ц différents ров «ето проблемы сisher palabra»